В Казахстане может быть построен 4-й нефтеперерабатывающий завод. Об этом сегодня заявил министр нефти и газа Сауат Мэнбаев на правительственном часе в Можилисе. Глава ведомства считает, что к созданию этого проекта уже нужно приступить в 2016 году. Как раз к этому времени должны закончить модернизацию двух существующих НПЗ в Павлодаре и Шимкенте, а следом и в Атрал. И только после этого в Казахстане начнут выпуск бензина стандарта Евро-3. Между тем депутаты намерены ужесточить наказание для владельцев АЗС, торгующих некачественными горюче-смазочными материалами. Дамир Айдаров обо всем по порядку. Депутаты хотят законодательно ужесточить наказание для нерадивых предпринимателей, торгующих некачественным бензином. Регулярные проверки контролирующих органов и штрафы ситуацию не меняют, считают мажористмены. До сих пор имеется случай розничной реализации нефтепродуктов без сертификата в соответствии или по просроченным и поддельным сертификатам. Даже при наличии сертификата качество заправляемого бензина не соответствует тому, что указано в сертификате. Нефтеперерабатывающие заводы в Атырау, Шимкенте и Павлодаре пока не в силах выпускать бензин стандарта Евро-3. Это будет возможно только в 2016 году, когда на Шимкентском и Павлодарском НПЗ завершится реконструкция. Она требует больших денег. Депутаты задались вопросом, не планируется ли на реконструкцию стратегических объектов взять деньги из нас фонда или пенсионных фондов. У пенсионных фондов достаточно дорогие деньги. Больше того, может быть, это Казмоногаз намеревался занять под вполне конкретные проекты деньги из национального фонда. Такая потенциальная возможность обсуждалась, но деньги из нашего национального фонда на сегодня раза в два дороже, чем просто на рынке. Финансовая составляющая также вносит коррективы в строительство газопровода Табол-Кокшетау-Астана. Именно этот проект должен обеспечить жителей столицы долгожданным природным газом. Изначально планировалось, что строительство будет вестись за счет республиканского бюджета или целевых трансфертов из национального фонда, так как этот проект социальный, коммерческой ВГД практически нет, говорят эксперты. Я так понимаю, вопросы с выделением средств этих есть. И это, если есть вопросы, то тогда надо принимать решение о том, на кого повесить убытки. Это непростой вопрос, поэтому я и говорю, что с точки зрения финансирования этого проекта определенные трудности есть. Стоимость проекта 213 миллиардов тенге. Стар строительства назначен уже на этот год. Финансировать его начнут в фонде Самрук Казына. Домир Айдаров, Артем Злобин, Седьмой канал.